Все под одним столбом специалисты администрации в горе электросети, операторы связи. Это, пожалуй, самый массовый рейд Ивановской мэрии за последнее время. Ищут несанкционированный подвес оптоволоконных линий связи на опорах, находящихся в муниципальной собственности. Для того, чтобы размещать свое имущество, провайдеры должны заключить договор возмездного оказания услуг, на какой обнаружено два незаконных подвеса. Будет составлен акт осмотра, который будет размещен на официальном сайте администрации города Иваново в сети интернет. И в течение 15 дней, с момента размещения акта, представители операторов связи, осуществившие незаконный подвес, должны будут обратиться в администрацию города Иваново, в Ивановский городской комитет по управлению имуществом, с заявлением о заключении договора возмездного оказания услуг, а также произвести маркирование волоконно-оптического кабеля в случае отсутствия на нем маркировки. Не будет договора, оптоволокно демонтируют специалисты в гороэлектросети, то есть обрежут пользователям услуги связи. Провайдеры уверяют, висеть в центре города без разрешений практически невозможно. В свое время все процедуры были пройдены. А вот то, что не все кабели промаркированы, признают. Требование было озвучено этим летом. Теперь нужны дополнительные средства, чтобы привлечь подрядные организации для работы на высоте. Мы будем маркировать кабель. То есть у нас будет, я так понимаю, проводиться конкурс на выбор подрядной организации, которая будет выполнять все работы. И для того, чтобы нас потом не привлекать, чтобы не ходить по улицам, там, например, администрация есть, там плановая проверка, допустим, они выходят, смотрят, вот кабель промаркирован, идем дальше. Не промаркирован, срезаем. Вот и все. Чтобы пользоваться одной опорой, провайдер должен оплатить 456 рублей в месяц. Недешево. Одеваться некуда. Установить собственные опоры в густозастроенном центре негде. Кабельная канализация тоже есть далеко не везде. Так что без муниципального имущества никак. А его, кстати, тоже неплохо бы промаркировать. ТТУшные опоры, которые проходят, вот, где проходят у нас троллейбусы, силовые кабели, у нас в центре города уже промаркированы. То есть требования выдвинули ТТУшники, мы их промаркировали. То есть ездила бригада практически все лето, прошлое, и маркировали кабели. Здесь этого не требовали раньше, как бы. То есть, и, соответственно, никто не может сказать, чья это опора, потому что опоры сами не промаркированы. То есть к кому это приходить, у кого спрашивать разрешение. У добросовестных провайдеров шкафы, оборудование, все промаркировано. Резонный вопрос, будет ли видна маркировка на высоте. Не выгорит ли она после первого лета, и не получится ли так, что деньги выброшены на ветер. Навести порядок на столбах мэрия планирует в течение полугода. И тут главное не переборщить, не оставить горожан без интернета, а в погоне за темными лошадками не испортить отношения с порядочными поставщиками связи. В ходе этого небольшого рейда в центре города зафиксировано 13 незаконных подвесов на 21 опоре. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.